8 358 доз вакцины от COVID-19 на сегодняшний день поступило на территорию Магаданской области. Специалистами предполагалось, что до конца марта на Колыму должно поступить 11 тысяч доз. Первая в мире вакцина от COVID-19 под названием «Гам-Ковид-Вак» была зарегистрирована в августе 2020 года. Ее разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Николая Гамалеи. В сентябре проводилась логистическая отработка поставки этой вакцины на территорию Магаданской области. Поступило 42 дозы препарата для проверки логистической структуры по доставке этой вакцины. Специалистами было зафиксировано, что вакцина находится в удовлетворительном состоянии и заморожена. Тогда же была проведена и первая иммунизация 42 медицинских работников. В результате вакцинации врачей никаких отрицательных и нежелательных симптомов у них обнаружено не было. В Министерстве здравоохранения Российской Федерации было принято решение о включении вакцины гам-ковид в национальный календарь прививок по эпидемическим показаниям. Первому этапу иммунизации подлежат медицинские работники, сотрудники образовательных учреждений, детских дошкольных учреждений, социальные работники, а также лица старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями. Иммунизация проводится преимущественно лицам первой группы. По районным больницам Магаданской области вакцина уже израсходована полностью. Она составила 2496 доз. По словам специалистов, в результате иммунизации населения от COVID-19 ни одной нежелательной реакции на вакцину зарегистрировано не было. Я хочу сразу отметить тот момент, что если кого-то после приливки ничего не беспокоит, есть такое расхожее мнение, что значит тогда иммунитет не формируется. Это вовсе не так. Иммунитет формируется в любом случае и тогда, когда есть какие-то послакцинальные реакции, тогда, когда их нет. Была проведена определенная работа по медицинским работникам, которые получили данную вакцину и уровень антитела, выработанных у всех, высокий. Вакцинацию от COVID-19 может бесплатно пройти любой гражданин. Для этого необходимо прийти в отделение поликлиники и пройти несколько подготовительных процедур. Иммунизация начинается с того, что пациент приходит. Минуя регистратуру, он попадает на осмотр терапевта в 25 кабинет. В 25 кабинете он заполняет согласие на проведение вакцинации. Врач его ознакомливает со всеми возможными осложнениями после вакцины, как и у большинства вакцин. Производится осмотр пациента. Если пациент не имеет противопоказаний, он направляется на вакцинацию. Если пациент имеет противопоказания для проведения вакцинации, ему выдают справочка об наличии противопоказаний и медотвод от вакцинации. В принципе, пациент предоставляет ее работодателю еще куда-то. Вакцинация производится в 49 кабинете. При возникновении нежелательной поствакцинальной реакции пациенту может быть выдан больничный лист не более чем на три дня. Это зависит от степени тяжести развившихся осложнений. Все симптомы, которые указаны в инструкции вакцины «Спутник Ви», не являются поводом для выдачи больничного листа. Это естественная реакция иммунной системы человека на вакцинацию.